Дорогие друзья, здравствуйте! В студии портала Приан.ру, главный редактор портала Филип Березин, то есть я. Сегодня у нас 2 февраля на календаре, и мы будем говорить о недвижимости Гренады, естественно, в приложении к программе гражданства этого небольшого государства. Мой собеседник сегодня Денис Южаков, представитель компании Мунда, или Мунда Оффшор, компании, так точнее будет сказать, компании, но Денис чуть позже сам о ней расскажет. Собственно, о программах Карибского бассейна мы говорим много в последнее время, они действительно, особенно в пандемический год, стали на редкость востребованы, ну, по сути, это такой хороший способ передвигаться по миру, но в данном случае сегодня мы будем говорить, может быть, чуть меньше, собственно, о самой программе, чуть больше о том предложении, которое компания Мунда делает, поскольку, ну, собственно, это предложение и есть вот тот ключик к получению паспорта Гренады. Традиционно у нас работает чат, вы можете задавать свои вопросы, на большую часть из них постараемся ответить сегодня. Коллега Дениса Наталья ответит в чате, на что мы не успеем ответить устно, ну, и в ближайшие дни по завершении вебинара мы традиционно на Прианру опубликуем отчет о мероприятии, и, соответственно, кроме видеозаписи, там будет и подробное описание предложения. Итак, Денис, ну, в двух словах давайте тогда о том, что такое компания Мунда Оффшор, где вы работаете и как вы связаны с русскоязычными клиентами. Во-первых, всем здравствуйте, спасибо, Филипп, за представление. Да, я действительно являюсь представителем компании Мунда Оффшор на территории СНГ. Вот, то есть, моя задача работать именно с русскоязычным рынком и, так сказать, продвигать предложения компании Мунда Оффшор на русскоязычный рынок, потому что, ну, на сегодняшний день в основном компания работает в Китае, да, в Китае и частично в Африке. То есть, основной продукт компании Мунда Оффшор – это family offices, да, это семейные офисы и управление активами, ну, так сказать, владельцев этих офисов, да, или, так сказать, граждан состоятельных. Вот, ну, и предложение различного спектра услуг, и офшорных услуг, и распределение активов, это могут быть и какие-то банковские продукты, и какие-то там золотовалютные продукты, то есть, это достаточно большой спектр, но сегодня конкретно мы говорим о проекте Каванна Бэй. Денис, значит, в двух словах, просто мы тоже подробно в интернете посидели перед нашим вебинаром. Итак, Мунда – это действительно консультации в сфере инвестиций, это открытие удаленных банковских счетов, трасты, создание корпоративных структур, но в том числе и вот этот продукт гражданства за инвестиции. В двух словах все-таки о вашей деятельности, то есть, вы работаете, у вас есть, как я понимаю, офисы, или вы работаете с гражданами, ну, СНГ, как? Из России, Украине и так далее? Несколько слов об этом. Ну, в принципе, офисы есть, да, то есть, есть, куда прийти и встретиться, да, есть и в Украине, и в России, вот, есть, куда прийти в Латвии, в принципе, можно, если вы находитесь на пределах СНГ, на Гурвите по-русски, вы можете прийти и, так сказать, в Китае, да, и на Калибских островах, в частности, в Невисе, да, ну, естественно, в центральном офисе Панами. Если можно, тогда давайте просто опубликуем телефоны, контакты компании, там, насколько я понимаю, будет телефон, куда звонить, ну, основным нашим сегодняшним зрителям из России, из Украины, и, соответственно, телефон там есть российский, есть украинский, и, соответственно, можно будет просто потом о встрече договориться. Окей, Денис, давайте тогда в двух словах поговорим о Гренаде вообще, к нам продолжают присоединяться зрители, что собой представляет Гренада, вроде как-то все знают, где она находится, но немножко, я думаю... Ну, я думаю, вряд ли, ну, название-то сейчас слышали, да? Ну да. Но, допустим, может, вряд ли углублялись. Кратко, это маленькое островное государство находится в Калибском бассейне от Венесуэлы, от острова Гренада 140 километров, грубо говоря, там, сколько там, полчаса лета, да, или там на каком-то пароме, да, то есть, там, час, и, в общем-то, вы уже на материке. Остров небольшой, да, и население там всего лишь 110 тысяч человек, ну, как, так сказать, ну, заядлый какой-то уездный город России и Украины, да, скажем так. Вот. Столица Сент-Джордж, там 30 тысяч, но, тем не менее, это столица, да, то есть, там есть и кабинет министров, и палата, и дворец президента, фактически, это полноценное государство, полноценная страна. Вот, чтобы можно было себе представить, вот здесь, ну, одна фотография есть, она, конечно, ну, в каком-то смысле красноречива, но, тем не менее, Гренада, вот она, по-моему, вся такая, или там есть какие-то небоскребы, то есть, знаете, то, что называется белый песок, все в белых шляпах, насколько это богатая страна вообще в целом? Белый песок есть, да, то есть, богатая, чем белый песок, белый песок есть, и именно пляжи, чистая вода, все там есть, благодаря коралловым рифам. Касательно небоскребов, ну, на 110 тысяч человек они не нужны, да, скажем так, в принципе, земли хватает, и, ну, так сказать, многоэтажную Америку не то строить, ну, пока не планируют, да, то есть, есть там 5-6 этажей здания, да, но, в принципе, этого достаточно, это население удовлетворяет. Чем занимается эта страна, то есть, чем она живет, какова ее структура экономики, я почему задаю эти вопросы, ну, в любом случае, раз уж мы сталкиваемся с гражданством, наверное, людям, которые претендуют на паспорт, интересно понять вообще, гражданинам какой страны не являются, пусть даже они особо плотно связывают свою жизнь за эту страну и не забираются. Ну, в основном, основой экономики, наверное, как и у всех подобных стран Калибского бассейна, это сельское хозяйство, да, то есть, ну, климат здесь теплый, зима и лето, в принципе, около 29 градусов выше нуля, думаю, даже сезонность размыта, разве, кроме дождей, да, вот, Гренада является основным экспортером ореха и мацисса, да, то есть, это, как бы, страна орехов, считается, да, вот, и также основой экономики составляет туризм, потому что туристы сюда, сюда заходят куризники, сюда заходят яхтсмены, частная яхта, ну, естественно, аэропорт, благодаря аэропорту достаточно большой поток, вот, вот, и вот с 90-х годов правительством было принято решение привлекать сюда инвестиции благодаря каким-либо офшорным продуктам, да, вот, вот Каванда Бэй на сегодняшний день является вот одним из примеров, да, плюс офшорный банкинг, офшорные компании, потому что здесь, так сказать, сниженное налогообложение, на НС 15% всего лишь, а не облагается налогом капитал, заработанный в другой стране, да, то есть, в данном случае в Украине или в России, то есть, он не будет облагаться налогом, в Гренаде, да, и, так сказать, нет налога на богатство, на наследство и то, и тому подобное, то есть, таким образом, государство привлекает в экономику инвестиций. Окей, тогда давайте перейдем к истории, связанной с программой гражданства, потому что, ну, собственно, она является вот тем магнитом, почему, собственно, о Гренаде, в принципе, говорим. Итак, программа Гренады, программа, в несколько слов, в несколько основных базовых параметров, мы с вами больше будем говорить о вложениях, собственно, в недвижимость, но, по большому счету, программа Гренады не обязательно их предлагает. Несколько слов, давайте об этом. Ну, если брать, в общем, да, в общем, правительство, есть такая программа, да, по привлечению инвестиций и получению паспортов. Если не брать сектор недвижимости, то есть программы ограниченные, или там чарити, да, скажем так, благотворительность и грузовые взносы в фонд правительства, да, или, допустим, есть какие-то проекты по, ну, допустим, по коммерческой недвижимости, да, допустим, по застройке порта, по застройке круизного порта, круизных пичалов, да. Вот. Это так или иначе имело место быть, да, то есть правительство стимулирует строительство каких-то инфраструктурных объектов, или же, допустим, если не касаться недвижимости, то просто, значит, привлечение граждан с благотворительным взносом, например, как на Мальке, да, или на Кипре, да, то есть там есть благотворительный взнос какой-то в пользу страны, в пользу государства, да, и за это правительство выдает гражданство. Вот. Это имело место быть в разные годы, но сегодня мы с вами конкретно говорим о предложении именно через недвижимость. Я просто буквально в двух словах скажу, назову эту цифру, и статье мы, естественно, ее тоже опубликуем, базовый взнос туда, ну, в случае, если мы говорим о благотворительном, то, что называется взносе, когда ты просто покупаешь по большому счету паспорт, вложив какие-то деньги в страну, то есть отдав ее ей, ничего не получая взамен, это 150 тысяч долларов на одного заявителя. Это вот такая базовая цифра, там еще есть суммы проверки за благонадежность, регистрационные сборы, ну, мы много говорили об этом, и еще расскажу, сейчас вряд ли имеет смысл подробно об этом касаться, кому будет интересно, мы, ну, Денис, вы или уже в частном разговоре тогда об этом расскажете. Ну, мы ответим на этот вопрос. Давайте о недвижимости, все-таки условия при покупке недвижимости, каковы там базовые требования, и вообще как работает в общем случае эта схема? Ну, Фил, я хочу, конечно, заметить еще, что, в принципе, с точки зрения инвестора, да, гораздо выгоднее все-таки работать с такими подобными программами именно через недвижимость, потому что, во-первых, ты покупаешь что-то, да, которое, что ты можешь потом продать или перепродать через несколько лет, или подарить, или передать наследство, чем, допустим, просто давать деньги, как бы в виде там благотворительности государства. Поэтому я считаю, что программа, ну, в данном случае именно Каванабы, да, она является, ну, наиболее выгодным, что ли, предложением для инвестора, так скажем, да, для человека, который ищет себе, так сказать, получение гражданства. Ну, то есть тут логика понятна. Или вы меньшую сумму, ну, чуть меньшую сумму, но все-таки отдаете, либо чуть большую сумму, но инвестируете, то есть... Не теряйте ее, так, условно говоря, сразу. О какой сумме в данном случае идет речь? То есть, опять же, мы об этом говорили много раз и в наших эфирах, но просто озвучим, с чего начинается порог входа. Ну, на сегодняшний день, если мы говорим о Каванабе, это 220 тысяч долларов. Да, то есть это сумма, на которую можно купить какой-то сьют, какой-то номер гостиницы, да, это гостиничный номер, вот. Плюс расходы на, ну, накладные расходы на самооформление, да, это due diligence, да, и проверки, и взнос для правительства, да, там есть и в зависимости от членов семьи, сколько вы хотите их, то есть там же каждый член семьи тоже, как бы, проверяется, обрабатывается, да. Ну, в общем, скажем так, эта сумма где-то выйдет в 300 тысяч долларов, да, то есть из них 220 – это ваша собственность, и остальное – это на обработку, так сказать, семейных документов. Я так, если я правильно понимаю, вы говорите, в данном случае называют цифру 300, это цифра, которая подразумевает и вопросы, связанные с покупкой недвижимости, и вопросы, связанные уже с паспортной программой, потому что, ну, в общем, это два процесса, которые идут, собственно, параллельно, но, тем не менее, это разные все-таки вещи. Ну, да, это два параллельных процесса, но, тем не менее, курирует их один агент, да, который… Ну, это в вашем случае, об этом мы отдельно поговорим, но, то есть, условно говоря, когда вы говорите о цифре в 300, это цифра, ну, вот, и покупка недвижимости, и история, связанная с гражданами. Да, совершенно верно. 300 тысяч – это именно вот выдали, и все, так сказать, люди работают, люди за них. Давайте безотносительно вот конкретно вашего проекта. Все-таки схема получения дохода в данном случае, на чем она основана, и почему есть уверенность, что, ну, эти деньги хоть как-то к тебе, но вернутся. Во-первых, здесь я хочу сказать, что этот проект Кимтон, Кавана Бэй, он управляется отельным оператором с первым именем Кимтон Hotels & Restaurants. Регион, он заходит впервые, да, он, кажется, есть только ближайшие отели этого оператора, только в Мексике и на Кайманах, да, но фонд этого оператора, да, более чем 13 с половиной тысяч номеров, да. Ну, так скажем, это бренд в отельном бизнесе, это как Макдональдс, скажем так, вот, допустим, если в город приходит Макдональдс, то, или в страну, да, то, ну, это элемент какого-то престижа, да, то есть понятно, что этот оператор, он ходит, кстати, в Winter Continental Hotels Group, да, это крупнейшая отельная группа вообще в мире, с порядком модели номер 800 тысяч. И, в общем-то, авторитет у этого оператора именно такой, что, ну, во-первых, они просто так не просчитывают, просто так не заходят в страну, да, у них, так сказать, есть все шаблоны, все скрипты по бизнесу, то есть они десятки лет работают и, естественно, бизнес-планы все просчитаны. И в данном случае именно вот поэтому есть уверенность, если этот оператор заходит на Гренаду, то и он будет управлять этим отелем, то фактически, что он выдаст прибыль инвесторам. Ну, то есть в чем, собственно, суть? Я купил эту недвижимость, и я на протяжении некоторых во времени начинаю на ней зарабатывать. Вот тут, наверное, давайте уже ключевой вопрос, а сколько я начинаю зарабатывать, если уж мы говорим об инвестициях и так далее? Смотрите, по поводу заработка. Насколько я знаю, опять же, этот рынок был изучен, я тоже информацию изучал конкретно по этому вопросу. Во многих харибских странах, скажем, на Антигуа или где-то там в Невисе были озвучены в предыдущие годы какие-либо цифры, и на эти цифры операторы не вышли. Вот есть такая проблема, когда оператор не вышел на заявленную новую прибыль, поэтому Кимтон, он не заявляет в открытую цифры. Цифры будут объяснены каждому в индивидуальной беседе, цифру доходности. Да, и с каждым, потому что, возможно, и ковид тоже влияет, да, они же тоже, как бы, ну, так скажем, это берут в расчет, да, и поэтому они эти вопросы тоже, как бы, то есть берут при планировании, бизнес планировать, да, они берут в расчет именно вот эти моменты, да, там, скажем, прекращение, там, авиасообщения какие-то, да, и далее, и тому подобное. То есть, поэтому официально цифры прибыльности, цифры доходности не афишируются в рекламе, они будут предоставлены каждому индивидуально в личной беседе. Ну, то есть, тогда принцип, в любом случае, какое действие? Вот ты покупаешь какой-то апартамент, и ты являешься его владельцем или совладельцем, что подтверждает вообще твое право собственности, и как дальше строится взаимоотношение с отелем? Ну, это все-таки не тайничная, в полном смысле этого слова, там, резиденция, это такое, это место, где у тебя что-то есть, а что, эта штука довольно эфемерная, и это не совсем так. Нет, это не совсем так, вы являетесь полноправным владельцем вашего номера в отеле, да, то есть, вам в процессе оформления гражданства и покупки выдается право собственности, которое вам высылается курьером на ваш адрес, где вы живете, в России, в Украине, там, в Казахстане, где вы находитесь, то есть, по этому адресу, естественно, вы же заполните анкету, да, и по этому, и согласуете, вам будет отправлено сеть документ. Также вы сможете пользоваться своим номером до 14 дней в году. В зависимости от высокого или низкого сезона, опять же, как бы, вы будете проводить коммуникацию с менеджментом отеля, да, и там, скажем, естественно, заранее будете планировать, да, свои визиты, и вам будет представлена такая возможность или в вашем номере провести время, или, в принципе, в сходном номере, да, если он будет занят. Ну, это, возможно, сказать, нюанс. Такой вопрос, а из ваших клиентов, вот реально, положа руку на сердце, кто-то ездит, пользуется этим, ну, понятно, что этот проект еще не достроен, но вот в предыдущие, потому что, ну, очень часто паспорта карибских стран называют туристическими, по которым, ну, так, в кавычках, ты ездишь куда угодно, кроме, собственно, тех стран, гражданином, которые ты, гражданином, которых ты стал. Ну, вообще ездит, потому что здесь действительно очень привлекательная территория, во-первых, это первая линия от моря, да, ну, от Киана, да, и... Давайте покажем, да, как это все выглядит сейчас просто. Итак, вот он, Кавана Бэй. Кавана Бэй, да, вот как раз на берегу моря находится, да, и пляж Гранд Анс, он, пляж с белым песком, да, он, ну, является одним из форумных, там, скажем, туристических мест, да, именно на острове. Поэтому, ну, конкретно про этот комплекс не могу сказать, но люди ездят, потому что, ну, людям, не знаю, что есть моя собственность, почему я не могу приехать у себя отдохнуть, там, с семьей, там, на сколько, на 7, на 10 дней, покупаться, загорать, люди ездят, конечно. Вопрос от нашего зрителя еще раз уточнить. Значит, покупая номер, тебе есть право 14 дней в год в любое время проживать абсолютно бесплатно или ты что-то должен за это заплатить, допустим? Нет, это абсолютно бесплатно, да. Если нужно дольше, то это опять согласовывается уже с менеджментом, да, там уже, естественно, нужно будет доплачивать что-то, да, но это эти моменты уже... Окей, значит, смотрите, итак, вот, собственно, этот отель, если я правильно вижу подпись на фотографии, значит, 2 декабря 2020 года он был сделан, то есть вот когда ожидается сдача его, расчетный срок, и, как я понимаю, сейчас строительство ведется? Это уже ноябрь, да, это как раз фото на процесс, на момент процесса строительства, там планируется 5 конкурсов, сдача, полная сдача, планируется в декабре текущего года, да, если будут подвижки какие-то из-за ковида, то в начале 2022-го. Вот, но, в принципе, сейчас все идет по графику, то есть мы получаем ежедневные отчеты, видеоотчеты, фотоотчеты, фактически сейчас все идет по графику, все идет отлично, даже больше, я вижу, 81% уже продано, распродано, на 83%. То есть очень много инвесторов в Снегири, очень много инвесторов в Китае, потому что компания Mundo, так сказать, ну, русскоязычный рынок не был преимущественным, преимущественным рынком для выхода, да, для информации об этом проекте, то есть, ну, по каким-либо причинам, я не знаю по каким, но, так сказать, операторы вышли сначала на Африку, на Нигерию и на Китай, да, вот сейчас вот мы подключили русскоязычный сегмент. Ясно. Хорошо, давайте тогда еще просто несколько фотографий, у тебя просто видишь, некоторые вопросы к нам приходят и через Facebook, потому что мы сейчас параллельно трансляцию в Facebook ведем, я сейчас давайте еще просто несколько фотографий покажу, ну, пока это вот эти вот фотографии, это рендеры, насколько я понимаю, ну, вот еще раз вернемся тогда вот к той фотографии, которая показывает вот самое, ну, свежая, по крайней мере, из того, что есть, это вот такое состояние, и еще раз, значит, завершение строительства когда ожидается, Денис? В конце этого года. Видите, сзади, вот покажите, еще назад фотографию, вернусь. Вот там два корпуса, они уже закончены, да, а первый корпус, который на первой линии, да, но это считается все одним комплексом, да, в одном, просто эта дорога разделяется. То есть те, что комплексы закончены, да, то есть здесь еще, так сказать, ну, остров выгнали, да, а сейчас, так сказать, вопросы осепления и мутырных перегородок, то есть это на декабрь. Окей, хорошо, давайте тогда следующий вопрос, который есть, все-таки вернемся опять к программе гражданства. Итак, есть процесс покупки, мы видим, здесь программа гражданства, вопрос получения гражданства, и они, вы сказали, идут параллельно. Все-таки, с чего здесь нужно начинать, и как правильно решить один вопрос, другой, давайте процесс с вами весь пройдем. Ну, я хочу сказать, что вас тут никто, так сказать, не просит одного, да, в данном случае все вопросы согласованы, вся процедура отлажена, и вам, так сказать, звонить или бегать, писать одному, другому, третьему не придется. То есть если у вас появилось желание, вы обращаетесь по контактам указанным, да, и вам определяется менеджер, который полностью будет заниматься вами, да. То есть если схематично, схематично, то вы должны будете заполнить определенные анкеты, предоставить определенные документы, да, то есть всего там, насколько я помню, около семи шагов, да, то есть заполняете документы, потом на каком-то этапе происходят платежи, платежи, кстати, я скажу сразу, да, происходит именно следующим образом. Вы отправляете, то есть после выбора недвижимости, да, когда вам предоставят, ну, шахмату, да, скажем так, и все материалы, которые вы, что выберете, вы 5% переводите на счет компании-менеджмента, да, и параллельно, вот то, что Фил говорил сейчас, да, и то, что я говорил, да, параллельно вы подаете документы на гражданство. Остальные... Подаю, это что значит? Это я просто их, я же никуда не приезжаю, я их просто собираю и отправляю вам, условно говоря. Если не надо, у вас еще и происходит дистанционное, сейчас все как раз-то понимают, да, чтобы лишний раз телодвижения не сделать, можно это все делать дистанционно, это все делается дистанционно. То есть в процессе, то есть после перевода 5% вы собираете документы, да, и подаете их на гражданство. После утверждения, когда вам утвердят, что документы окей, все нормально, как бы вы проходите по, так сказать, по документам, да, вы можете переведить остальные 95%, и тут же менеджер отправляет, ну, дает ход документам на гражданство дальше в кабмин, да, кабмин гренады. И кабмин гренады, это уже 4-5 шаги, естественно, вам одобряют, и вам параллельно выдается, да, да, да. Нет, вот вы сказали, естественно, одобряют. Это история такая весьма и весьма... Может, это оговорка по Фрейду, как говорится, но, честно сказать, сейчас вот в 80, сколько там, порядка, там, 500 инвесторов, да, да, 554 человека, еще никому не было отказа. Ну, смотрите, тут такой тогда вопрос, вот, это вечная история и вечные сомнения, вот, перед тем, как куда-то инвестировать, особенно, ну, все-таки 220 тысяч евро, вот, например, запрос, что у человека есть отказ в шенгенской визе, то есть ему по какой-то причине отказали, решаем ли этот вопрос, ну, то есть, теоретически, ну, возможно ли вариант, что человеку, которому отказали в шенгенской визе, гражданство гренады он все-таки получит? Конечно, я думаю, ну, это, опять же, индивидуальный случай, да, то есть в шенгенской визе может быть отказ по какому-то там частному случаю. Это не значит, что он будет все теперь автоматически человеку, они во всех визах там в мире будут отказываться, да, вот. Единственное, что, как бы, два пункта, вот, которые я для себя выделяю, да, это, ну, не должно быть криминала, да, не должно быть там криминальных денег, да, каких-то, и второе, это судимость, да, то есть, если присутствует судимость, тут уже проблема, потому что, понимаете, да, ну, каждая страна, когда дает гражданство какому-либо там члену, она же не хочет, так сказать, привлечь себе людей с плохой репутацией, да, поэтому, если есть такие моменты, то, наверное, как бы, не надо. Как это происходит, окей, на вашей практике? Вот, окей, предложение мне в целом понравилось, но я все-таки хочу быть уверенным, что, ну, никаких проблем не произойдет. Вот тот due diligence, о котором вы говорите, как он технически происходит, то есть, что я должен сделать? Собрать документы, отправить вам, вы посмотрите, скажете, ну, там, с большой вероятностью все в порядке. И кто это мне скажет реально? Вы отправляете эти документы конкретному менеджеру, который занимается именно проверкой документов и подготовкой их в подачу в управительство. Он находится где? В Москве, в Киеве или это все-таки, или это уже вот в головном офисе? Он находится в головном офисе, в Панаме, да, но Москва и Киев, да, если вам нужно, мы всегда, так сказать, смотрим по переписке, если что, значит, мы решаем проблемы, да, если мы не стреляем человека на, так сказать, на производство судьбы, то есть, с нашей стороны всегда помощь происходит в Панаме, в Киеве, в Киеве, да, то есть, не вопрос. Окей, давайте тогда дальше. Вот я отправил уже оригиналы документов, и мне параллельно надо как-то заняться покупкой недвижимости. Вот что зачем? Пока я не купил недвижимость, ну, как я понимаю, ни о каком гражданстве речи идти не может. Вот примерно по срокам, что зачем идет? Вы говорите, что процессы идут параллельно, но все-таки в деталях, если можно. Ну, как я уже говорил раньше, то есть, в данном случае, получается, если вам откажут в гражданстве, да, давайте пойдем от обратного. Если вам откажут гражданство, смысл вам покупать недвижимость? Вы же хотите недвижимость при адресе, чтобы получить какие-то документы? В том-то и дело, то есть, так вот, не получится, в какой момент я понимаю, что гражданство, то есть, есть ли такая минута счастья, когда я понимаю, что недвижимость я еще не купил, но вроде, но сделал несколько шагов, но гражданство мне, ну, по большому счету, уже одобрено, может, я физически его еще и не имею, но тем не менее. Есть такое? Пять процентов, вы же пять процентов уже заплатили за недвижимость, да, и заплатили все вот эти вот сборы, которые идут по правилам. То есть, фактически вы, ну, скажем, в одном платеже, да, я не знаю, это может быть один или несколько, ну, или два платежа, допустим, на разные счета, вот, но, то есть, вы фактически уже заплатили пять процентов, какую-то долю уже от недвижимости и уже какую-то долю... Ну, заплатно. Заработку документов, да, то есть, ну, тут как бы все вместе происходит, потому что это тоже, там вы показывали фотографии, да, наши, там премьер-министр Гринады, он лично курирует этот проект, да, он там даже на фотках есть. То есть, это происходит как бы взаимосвязанно, да, то есть, они прекрасно понимают, ну, сами операторы, сами агенты, если будет отказ, то смысл вам покупать недвижимость и вам эти пять процентов назад вернуть, да, ну, за вычетом, то, что там, допустим, обработка. Документы, да, пять процентов вам вернутся назад. Окей, тогда давайте чуть-чуть подробнее вот об этом, значит, вот, если мы говорим по времени, сколько времени занимает покупка недвижимости? То есть, если мы берем конкретно покупка недвижимости или... Ну, вот, если мы берем весь процесс, все, я одобрил, я отправил вам документы, вот, просто, ну, показать, что у меня есть, и вы понимаете, что, ну, вроде нет, фу-фу, никакого криминала, нет каких-то уже судимостей в прошлом, то есть, вроде человек, ну, по всем параметрам, там, удовлетворяет основную, на самом, старше 18 лет, там, прошел проверку некую на благонадежность и так далее, может подтвердить происхождение своих финансов, как вы сказали, это тоже, ну, история важная. Дальше, вот, с этого момента, сколько времени проходит, сколько времени примерно оформляется недвижимость и сколько времени от этого момента я должен ждать получения поступок? Вообще, период заявлен от 60 до 90 дней, но, как правило, это даже гораздо меньше период, то есть, все... И на то, и на другое, да, то есть, я буквально, там, ну, условно говоря, там, полтора месяца и собственность моя, и мне вот... Совершенно верно. То есть, вы получаете сразу право собственности, причем право собственности получаете еще до... уже в процессе, вот, допустим, если сегодня или завтра заказали, да, вот, что у нас февраль, там, ну, посчитайте, в конце марта, начале апреля у вас уже будет право собственности. Не смотря на то, что объект еще не достроен, у вас уже есть это право, и в том числе и паспорт гренады, то есть, возможно, даже это будет выслано одним пакетом. Тогда такой еще вопрос, связанный с, вот, паспортом и с вот этим одобрением. В какой форме я получаю, ну, право собственности более-менее понятные, говорят, ну, какие документы на право собственности? Вы имеете в виду государственные документы... Ну, что утверждает мое право собственности? Что это за документы, кто мне его высылает? Высылает это агент, агент, с которым вы работаете, потому что он является таким центральным лицом, который коммуницирует и с правительством, да, со всеми правительствами, и с застройщиком. Кстати, я вам еще хочу сказать, что застройщик этих денег не получит ваших, то есть, агент является скроу такой институцией, да, застройщик не получает деньги до момента строительства, до момента окончания. Когда вот ленточку перевежут красную, да, тогда он получит. То есть, агент ответственный за все, и за деньги, и за ваши документы. Там будет прописано, да, ваша фамилия, имя, да, вот, и, значит, то, что вы... Я, честно сказать, в данном случае право собственности не видел, как оно выглядит, гренадское. Вот, я думаю, это мы можем показать уже в приватном. Ну, заштрихуем, конечно, какие-то там личные данные, вот, потому что право собственности... У вас презентация, если я правильно понял, вот оно есть, как это примерно выглядит, то есть, ну, собственно, бумага, понятно, она проходит мимо вас, что вы сказали, что, если я правильно понял, что, ну, вот, ваш головной офис высылает напрямую клиента, не через вас. Конечно, конечно, то есть, это будет офисом выслано клиенту, вот, просто, вот вопрос в том, что, я не совсем просто понял вопрос по поводу, что там внесено, но, ну, так это ваша фамилия, имя, что там еще, что происходит? Нет, я что имею в виду, смотрите, смотрите, вот, что является, вот, есть некий документ, этот документ на право собственности человек получает, а паспорт, вот, где он получает, и получение паспорта, это такой вопрос все-таки уже, ну, там, несколько иного, скажем так, государственного масштаба, и вот он как получается? Если я нахожусь в Москве, если я нахожусь в Киеве, я тоже просто сижу и жду, и мне, условно говоря, там какой-то специальный почт, это как карточка приходит? Да, совершенно верно, я просто, для многих это действительно, наверное, покажется немножко странным, потому что, ну, раньше, до ковидного года, до 20-го, все куда-то ездили, в какое-то посольство собирали, да, там где-то выставили очереди, сейчас, к сожалению, мир, или даже к счастью, мир меняется очень быстро, и ради экономии, чтобы, ну, ради экономии времени, ради экономии, так сказать, средств, да, это все делается дистанционно, вы видите, даже мы с вами сейчас говорим, я даже не говорил о моменте присягий, да, вот, скажем так, во многих странах нужно принимать присяг, а приезжать, в данном случае этим занимается агент, да, и, то есть, все происходит в дистанционном режиме, конечно, вы можете потом приехать, да, не вопрос, если вы хотите приехать, можете приехать и забрать лично это в Гренаде, в Сент-Джорджио, в, туда, куда вам расскажут, не проблема, если не хотите там получать дистанционно, никто вам не запретит приехать и лично забрать, да, в Гренаде, тут просто вопрос чисто вот удобства, да, и экономии средств и времени. Окей, и несколько слов еще, вот, из Фейсбука к нам пришло пару вопросов, это вопросы, связанные с инвестиционной частью, сейчас одну секунду буквально прочитаю, тут вопрос такого рода, вот, еще раз давайте повторим, гарантированного дохода как такового нет, более того, сумма доходности, вот, по конкретному проекту обсуждается, ну, уже, там, условно говоря, в частном порядке, между кем и кем, кто обсуждает эту сумму, с кем, мне, условно говоря, торговаться. Давайте еще раз скажу, что гарантированный доход есть, но он просто не озвучивается, вот, давайте не путать эти понятия, да, потому что, скажем, когда Макдональдс открывает ресторан, он не думает, что он станет убыточным, они заранее уже знают, что это место прибыльное, они знают, что, так сказать, в этом месте есть спрос, есть трафик, есть, они будут открывать, ну, как бы, ресторан или, в данном случае, гостиницу в каком, на каком-то ошибе среди поля. То есть гарантированная доходность есть, и вы получаете, во-первых, прирост годовой, да, два раза в год выплачиваются процентные, это осенью и зимой, и плюс капитализация, потому что капитализация – это немаловажная часть, в данном случае, если на остров зашел такой крупный отельный оператор, капитализация данного, вообще, участка земли, данного здания, она будет только расти, потому что, ну, представляете, допустим, банально сейчас взять, вот есть какой-то район города какого-то, да, неважно, там, допустим, если там строится, там, станция метро или строится Макдональдс, да, то, естественно, капитализация всех коммерческой инфраструктуры рядом, она повышается. Ну, то есть, так, чтобы, ну, я думаю, инвестаря меня поймут, да. Тогда такой вопрос, значит, вот я заключил этот договор, предположим, я ни разу не побывал на острове, предположим, ну, как вы сами говорите, там, ковидный год, дай бог, что границы в ближайшее время откроют, но не дай бог, нет. Как это сказывается? Какие у меня ежегодные расходы есть на содержание этой недвижимости? Я эти вопросы специально задавал оператору, эти вопросы с ним надо будет обсуждать, потому что, ну, сказать так, чтобы в идеале никаких расходов не должно быть. То есть, даже если, вот, как бы, есть такое понятие, да, вот, у оператора, у конфликта, у Кавана Бэй, да, если вдруг, вот мы всеми людьми понимаем, да, бизнес есть, если вдруг комплекс минусует, да, то это проблемы менеджмента отеля. Это никак не проблемы лично инвесторов, да, то есть лично, в данном случае, наших зрителей и слушателей. То есть, если им была заявлена какая-то прибыль, она будет им выплачена. По расходам то же самое. Расходы могут быть и могут и не быть, да, это все оговаривается в договоре, это все оговаривается, прописывается юридически, да, и количество, и по цифрам, по конкретным таким вот нюансам, это уже снимется, обсуждается конкретно с управляющими. На каком этапе сделки обсуждается доход, пришел вопрос, когда я это должен решить? Я думаю, заранее. Перепокупкой я вообще, как бы, ну, логично это все обсуждать, обсуждать перепокупкой, я думаю, они сами вам это скажут. Так нет, смотрите, вот еще разочек, идет договор, я хочу заключить договор, параллельно вот компания Мунда помогает мне, то есть оператор, он ведет мои дела с точки зрения получения дохода, дохода и с точки зрения, с точки зрения покупки недвижимости, с точки зрения получения паспорта, но при этом я должен заключить некий договор о покупке, и вот в этом договоре о покупке я уже прописываю историю с доходом. Когда я ее обсуждаю, и с кем? Я ее обсуждаю с Мунда или я ее обсуждаю с оператором? Да, не с Мунда. Мунда, в данном случае Мунда решает такие глобальные вопросы, а частные вопросы, так сказать, касательно доходов, доходов, исходов, содержания, выплаты, прибыли, куда их выплачивать, какие счета, допустим, задержки каких-то писем, задержки или как бы где-то что-то, то есть такие мелочи, это уже конкретно решает именно сам агент, сам агент, сам оператор. Хорошо, ну вот я понимаю, что вы сами говорите, цифры там нужно обсуждать, может быть какие-нибудь примеры из прошлого, то, что вот у вас уже было, или сделки, может быть не с клиентами из России, из Украины, может быть с клиентами из Китая, ну это порядок хотя бы, там 3% плюс-минус? Это примерно где-то в зависимости от комплекса 7-8% годовых в долларах, плюс капитализация, это получается где-то 12-15% в зависимости от комплекса. Это безумие, это безумие, очень большие цифры вы называете сейчас. Ну, тем не менее, это заявляется операторами и управляющими, то есть у нас не только, так сказать, Кингтон, да, то есть у нас есть и другие управляющие операторы, то есть мы видим по факту, понятно, из года в год ставка плавающая, потому что капитализация, я даю из капитализации, еще раз, я не даю, потому что без капитализации это порядка там 7-8%. Это цифры чисто вот из практики, я могу сказать, потому что не конкретно по Кавану, потому что Кавану вы обсуждаете лично с агентом. А вот скажите, роль Мунда здесь, вы встаете на сторону клиента и пытаетесь выбить как можно больший процент или все-таки это не совсем ваша миссия в данном случае, объективно? Мы встаем, во-первых, мы встаем на сторону клиента, да, но по торговле на проценты… Это не ваша… Да, это, наверное, не наша сфера, то есть там заявлено как бы фиксировано, да, вы поймите просто с другой стороны даже самого оператора, да, он может сказать любую цифру, все обрадуются, похлопают, да, а в конце концов он не вытянет. У него же репутация, у него там 600 тысяч, 800 тысяч номеров, у него там по миру это самая большая сеть отелей, он же просто потеряет свою репутацию, поймите, что это репутабельная компания, даже если, скажем так, ну, с депозитами банков все связаны, да, если банк крупный, репутационный, у него всегда ниже процента, да, чем, допустим, у какого-то там местечкового банка, да, который пытается приближить клиента. Поэтому в данном случае эти вопросы лично с агентом обсуждаются, и, ну, потоковаться, конечно, можно всегда, причем и нет. Скажите, вы назвали цену в 220 тысяч долларов, это некий минимум, и, как я понимаю, это как раз та сумма, которая, она не случайно именно такая, потому что это та сумма, при которой есть основания претендовать на паспорт. Да, так, вы совершенно правы, Фил, да, здесь все происходит именно так, именно под эту сумму подогнана минимальная инвестиция в отель Каванабэ, да, чтобы человек там, ну, так сказать, это удобно, во-первых, для понимания, что, допустим, такая сумма минимальная для того, чтобы преддавать на гражданство, ну, естественно. Что я за эти деньги получаю, 220, это большой номер, самый маленький, какой он лучше, что это такое буквально? 220 тысяч – это самое маленькое предложение, которое есть, да, там есть и по 450, и по 350, это в зависимости, опять же. Потому что я мог себе представить, там, или наши зрители могли себе представить, 200, вот что это, там, 20 квадратных метров, 15, 30, или сейчас у вас просто под рукой такой информации нет? Да, это только шахматки, да, вот, в принципе, я эту информацию могу предоставить любому по запросу, пожалуйста, в шахматском лечке, в компьютере, потому что, опять же, я могу сейчас сказать, могу, там, где-то, и там, допустим, какие-то корпуса, они здесь разные, там, 5 корпусов, и фактически, там, разные шахматы, вот, но 220 – это минимальная сумма, и самое главное, они были продажи. Потому что они могут не продавать, да, вот, допустим, они продали 85%, да, то есть могут еще не высадить, допустим, в бахте выйдет там новое здание, да, которое, поэтому это лучше уточнять, потому что, ну, так сказать, динамика постоянно идет, поэтому, чтобы это по факту закроса лучше предоставить, ну, ответ конкретный. Окей, ну, и вот такой еще момент представим, это тоже важный с точки зрения получения паспорта, вот, паспорт же мне выдается, ну, там, с определенными условиями, он, с одной стороны, бессрочный, с другой стороны, насколько я понимаю, его продлевать надо, или в данном случае не совсем? Нет, все паспорта в Гренаде продлеваются, то есть паспорт продается на 5 лет, если вы уходите с Гренады, да, не хотите больше использовать, то есть давайте вот рассмотрим вариант, что вам надоело там недвижимость на Гренаде, вы нашли в каком-то месте более прибыльный проект, вы спокойно можете этот продать свой номер. Кстати, ваш покупатель, он тоже имеет право получить гражданство, да, он может покидывать на программу CBI, да, на программу гражданства, это вот большой плюс. Естественно, как бы, если вы никакого другого объекта на Гренаде не покупаете, то паспорт вам не продлят, да, точнее, по истечении, там, 5-летнего сока. Вот, если же вы продали этот объект, купили что-то другое на Гренаде, то, естественно, вам его дальше продают. Если вы вообще ушли, естественно, не продают. Ну, все, все легко и просто. Вот вопрос, так, сейчас я прочитаю, несколько вопросов из Фейсбука у нас пришло, так, 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 могут ли под детям и родителям уточнения, кто, ну, видимо, там, глава семьи, кто кроме него претендует, может претендовать на паспорт? На паспорт могут претендовать, у вас там, фил, по-моему, был такой. Ну, да, у меня просто, вы нам могли, собственно, эта информация у меня есть, да. Визуально ответ поставить. То есть, фактически, могут претендовать и старшее поколение, и родители, да, и поколение, и, естественно, супруг, супруга, да. Супруга, дети до 30 лет, родители, причем родители, что приятно, независимо от возраста. А, да, там, вот, в зависимости, вернее, как бы, в отличие от других грознавско-либского бассейна, здесь нет ограничений по возрасту для родителей, да, вот, и незамужние, там, братья и сестры даже. Да, незамужние братья и сестры до 18 лет, основного заявителя или супруги, так что в этом смысле программа, что ни говори, довольно интересная. Ну, давайте, я вам просто еще преимущество пробежимся, да, какие преимущества. То, что здесь, как бы, большой спектр родственников, да, который, как бы, он больше, чем, скажем, у других государств карибского бассейна, это первое. И самое важное, мы с вами вообще упустили этот момент, то, что паспорт Гренады дает возможность получения инвесторской визы в США. Виза Е2. Да, такая штука есть, сейчас давайте даже кадр найдем, он у нас где-то виза Центр. Это основное, карибского бассейна не дает такую возможность. Договор есть в США только у Гренады. То есть, что это значит? Покупая, скажем так, эту недвижимость, получая паспорт, вы имеете возможность податься на визу Е2, чтобы жить, работать, вести бизнес в США и учиться, и учить детей. Да, фактически это дает очень широкие возможности, да, эта виза. А также гражданство Кавана, вернее, гражданство Гренады дает возможность безвизового посещения Китая. То есть, в Китае тоже нужны определенные визы из других государств карибского бассейна. По Гренаде вам на 30 дней в году можно заезжать в Китай без визы, именно гражданину Гренады. То есть, это очень большие преимущества я сейчас. Именно гренады по, ну, естественно, вот из родственников мы с вами перечислили на сегодняшний день. Окей. Ну, смотрите, на самом деле, практически все вопросы мы осветили. Давайте теперь, если какие-то, уважаемые зрители, у вас есть вопросы, задавайте. Еще раз повторюсь, если на что-то мы не успеем ответить сегодня, или какие-то вопросы через Facebook придут, мы в материале, который там завтра-послезавтра опубликуем, эти ответы будут. Значит, в двух словах, еще разочек, вот мы пытаемся то, о чем мы говорили там последние 50 минут, уложить буквально в 2-3. Что вы предлагаете, как начать с вами общаться, и о каких сроках, о каких суммах тут идет речь? Вот буквально такая выжимка легкая. Хорошо, подводим итоги. Итак, Блиц информация. Гражданство Бринады через форвардный проект Кавана Бэй. В данном случае это предложение наиболее, вообще этот проект, он именно курился правительством Бринады. Это именно форвардный проект, через которого можно получить. Сумма здесь инвестиций в недвижимость 220 тысяч долларов минимальная. Всего по расходам получается 300 тысяч. В результате чего, что вы имеете? Вы имеете недвижимость в отеле, крупнейшего отельного оператора, отельной группы в мире, который управляется, который приносит вам доход. Вы имеете паспорт, гренады с возможностью въезда в страны Шенгена в Китай и с возможностью получения визы Е2 в США. Да, но, естественно, в России, кто не из России, тоже этот паспорт дает право. И, естественно, вы имеете прибыль от самой недвижимости. А также вы имеете преференции учить, обучать детей в медицине, если вам это интересно, потому что там находится сертифицированный в США медицинский университет в Гренаде. И граждане Гренады имеют право учиться с очень большим дисконтом в ваших детей, скажем, в этом университете. Это международный университет, где учатся представители более чем 150 стран. Вот еще вопрос такой, он, с одной стороны, частный, но может быть, вы сейчас, если вы готовы на него ответить, Денис, вопрос по вариантам оплаты. Есть ли опции, кроме оплаты со счетов банки страны, резидентом которой является заявитель, если я правильно понимаю. Ну, то есть, как бы, откуда я должен переводить деньги в данном случае для этой оплаты? Ну, это, наверное, все-таки частный случай. Я пока понимаю, что у людей могут быть разные в разных юрисдикциях счета. Я думаю, это вопрос решабельный, и он частный. То есть, этот вопрос уже в средствах с агентом надо решать. Окей. Ну, и тогда, если я правильно понял, все-таки первый базовый шаг, когда вот с вами начать общаться, вам позвонить, какую информацию вы можете дать, и можно ли после, ну, там, хотя бы там получасового разговора с вами понять, вообще имеет смысл играть в эти игры конкретного заявителя или нет? Ну, после получасового, общего и получасового. Ну, я могу. Ну, в общем, первичную информацию, я думаю, люди получили с данного вебинара, посмотрят статью, да, как бы, если какие-то есть частные случаи, да, не вопрос. Первый контакт – это обязательно связывайтесь по контактам, указанным, там, в чате указанных, да, там, в контакте. В чате есть контакт на 0, в статье мы тоже их укажем, безусловно. Вот, мы с вами определяемся, что вам нужно, да, и далее мы уже, так сказать, связываемся с агентом, и вместе с вами, я, так сказать, вас всегда дублирую, мы с агентом двигаемся уже далее по ступенькам, конкретно по каким-то вопросам частным, уже все эти вопросы прорабатываются. Окей, ну что ж, дорогие друзья, без малого часа мы прообщались, я думаю, что информация более-менее получена чуть подробнее и о комплексе, и о программе, ну, о программе материалов, например, довольно много, и Денис с коллегами, безусловно, при необходимости ответят, но здесь, как я уже говорил, сегодня мы говорим не столько, наверное, о программе, сколько о вот этом проекте, через которое можно претендовать на паспорт. Любые вопросы, да, пожалуйста, задавайте, или пишите нашим коллегам из компании Вунда напрямую, ну, можете через нас эти вопросы пересылать. Завтра, послезавтра мы публикуем материал. Денис, спасибо вам огромное, хочу также пригласить всех наших зрителей на следующие вебинары от портала Прян.ру, 11 февраля ближайший из них будет, мы будем говорить об изменениях в программе ВНЖ Португалии и о правилах получения ВНЖ Португалии в самое-самое ближайшее время, там тоже довольно интересная история, поскольку с 1 июля программа довольно существенно меняется, и для тех, кто хочет, может быть, немножко подороже, но в Европе это, пожалуйста, и там, правда, ВНЖ, а не гражданство, так что пробуйте, вариантов много-много-много. Спасибо большое, друзья. Спасибо всем за длинное время. Будем рады вас дать вам любую информацию, мы, в принципе, для вас и работаем. Вот, еще раз спасибо за внимание. Будем рады. Спасибо огромное. Денис Южаков, компания Мунда, и Филипп Березин, портал Прян.ру, недвижимость за рубежом. До встречи на наших страницах и на наших вебинарах. До свидания. Денис, удачи. До свидания. Продолжение следует...